Королева Кризалис Королеву 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 Кризалис как она рассказывает Искорке лицом к лицу причины, по которым она стала такой, какая есть. Я скажу прямо сейчас, поскольку нас постоянно спрашивали, это не имеет никакого отношения к каким-либо фанатским теориям. Это был совершенно другой подход. Королева Кризалис впервые появляется в образе принцессы Кадденс в серии «Свадьба в Контерлоте. Часть 1». Её голос и поведение достаточно отличались от оригинала, что вызвало подозрения сумеречной Искорки. Однако её друзья Шайнингармор и принцесса Селестия не верили в рассказы Искорки и списали её поведение на ревность. Кризалис в форме Кадденс появляется после воспоминаний Искорки. Та описывает её как красивую, любящую и добрую поню, когда она присматривала за Искоркой. Кризалис не узнаёт Искорку, что сразу же вызывает подозрения. Когда Кризалис возвращается, дабы посмотреть приготовление для свадьбы, она настаивает на том, чтобы её называли принцессами Амора Кадденса. Она вежливо одобряет выпечку Эпплджек, однако после выбрасывает её, тем самым вызвав ещё больше подозрений у Искорки. Когда она отправляется к Рарити, чтобы осмотреть свадебные наряды, которые она создала, она запугивает своих подруг невесты, которые хвалят платья. Однако Кризалис просит сделать их другого цвета. Она саркастично отмечает планы Пинки Пай, говоря, что они идеальны, если мы празднуем день рождения шестилетнего ребёнка. Искорка определяет поведение Кризалис как ужасная пони, которая не заслуживает даже знать Шайнингармора. Когда Искорка пытается обсудить её с Шайнингармором, Кризалис прерывает их перед тем, как у Искорки был шанс сказать хоть что-то. Искорка отмечает, что Кризалис умеет незаметно подкрадываться. Кризалис просит Шайнингармора пройти в другую комнату, где она применяет некое заклинание на него. Искорка подглядывала через щель за действиями Кризалис, и она отбегает, заметив, что Кризалис использует магию. Во время репетиции свадьбы Искорка уверяет остальных в том, что Кризалис злая, приводя свои доказательства. Это задевает Кризалис, отчего она начинает плакать и выбегает из зала. А Шайнингармор начинает противостоять Искорке, говоря, что Каденс использовала свою магию для того, чтобы излечить его мигрени, которые происходят из-за поддержания щита, окружающего Кантерлот. Все пони покидают комнату после небольшой репризы. Кризалис возвращается в зал и давит фигурку Искорки, которая фигурировала в песне. Она смотрит на Искорку с сострадательным видом, но после её глаза начинают сверкать зелёным светом, который окутывает Искорку в зелёном пламени и тащит её вниз в подземные пещеры Кантерлота. Следующий эпизод «Свадьба в Кантерлоте. Часть вторая» начинается с того момента, когда Кризалис всё ещё в облике Каденс, провоцирует Искорку через отражения в кристаллах, которыми была заполнена пещера, рассказывая ей о том, что она использует Шайнингармора лишь для собственной выгоды. Искорка разбивает один из кристаллов, за которым находилась настоящая принцесса Каденс, которая также была заточена в пещере королевой Кризалис. Ряд песни показывает Кризалис и Каденс, которые поют о свадьбе, после того, как они перехитрили трёх подруг-невесты, которые охраняли выход. Каденс и Искорка смогли разоблачить Кризалис прямо перед тем, как принцесса Селестия поженила бы их с Шайнингармором. Каденс сообщает всем о том, что она является настоящей Каденс. А у алтаря стоит оборотень, существо, которое принимает формы тех, кого любят, получая от этого силу. После того, как прикрытие Кризалис было разрушено, она принимает свою настоящую форму – форму Кризалис, королевы оборотней. Кризалис угрожает тем, что вновь сошлёт её в пещеру и рассказывает о том, что питалась любовью Шайнингармора Каденс, которая истощила его силы для поддержания щита, который защищал контрлот от роя оборотней. Принцесса Селестия взлетает и атакует её лучом света, но Кризалис контратакует и, благодаря силе, полученной от Шайнингармора, побеждает Селестию, сбивая её на землю, что было большой неожиданностью для всех, даже самой Кризалис. Селестия из последних сил просит Искорку и её друзей взять элементы гармонии и использовать их для того, чтобы победить королеву. Оборотни пробиваются через щит и захватывают Искорку и её друзей, возвращая их обратно в зал, где Селестия обнаруживает себя закованной в кокон, который висел на потолке. Королева отправляет своих подданных на контрлот и поёт репризу Арии Каденс, что позволяет Искорке освободить Каденс, когда Кризалис отвлеклась. Магия Каденс разрушает заклинание Кризалис, которое она наложила на Шайнингармора, что возвращает ему силы. Королева быстро замечает, что Шайнингармор и Каденс создают заклинание, которое отталкивает Кризалис и её оборотни за пределы контрлота. Также Кризалис появляется в финальном эпизоде пятого сезона. Из-за того, что Starlight Glimmer изменила прошлое, Кризалис подчинила контрлот, ибо главная шестёрка в параллельном будущем не стала друзьями и некому было её победить. Прислужники Кризалис захватили пони-вели и распространились по Вечно Зелёному Лесу. И пони, отвечавшие за уничтожение прислуг королевы, использовали специальную мазь, данную им Зикорой. Эта мазь зелёного цвета позволяла узнать, прячутся ли они среди пони. Когда Искорка со Спайком появились среди леса, их задержали девять пони, среди которых были Пинки Пай, Флаттершай, Голден Харвест, Свити Дропс, Берри Панч и остальные фоновые пони. Их возглавляла Зикора. Когда Искорка и Спайк прошли проверку, они засияли, что дало понять Зикоре, что они не враги. И она провела Искорку со Спайком в их новое укрытие. По дороге Искорка объясняла Зикоре ситуацию. Когда они дошли до лагеря, из кустов выбежала Рарити, Эпплджек и Радуга Дэш и просили о помощи. На самом же деле под Эпплджек скрывалась та самая Кризалис, которая охотилась за Зикорой. После того, как Зикора дала знать, что знает правду, Кризалис и ещё два оборотня показали свой истинный облик и атаковали пони. Зикора решила задержать Кризалис, пока Искорка и Спайк бежали до карты. Часть оборотней разделилась и хотела помешать Искорке, но им удалось сбежать. После того, как они телепортировались опять в прошлое, Кризалис и оборотни не упоминались в эпизоде. В прошлый раз мы мыслили слишком мелко. Кражи одной принцессы было недостаточно. Теперь мы избавились от всех любимых пони Эквестрии, и никто нас не остановит. Кризалис в серии «Туда и обратно» часть первая. Кризалис появляется в воспоминаниях Торакса в серии «Времена меняются», где она ухаживает за вылупившимися оборотнями. Также о ней упоминает принцесса Кадденс и Шайнинг Армор. Кризалис вновь появляется в финале шестого сезона сериала. По сюжету оборотни нашли способ пленить и подменить собой всех важнейших персонажей сериала. Принцесс, правители, кристальная империя и шестёрку главных героинь. В серии «Туда и обратно» часть вторая, тёмные силы трона Кризалис не позволяют Старлайт, Глиммер, Трикси и Тораксу и Дискорду пользоваться магией на территории Королевства Оборотней. Когда Старлайт, Глиммер и Торакс добираются в её тронный зал, Кризалис ожидает их там, говоря Старлайт, что той даже не стоило пытаться пробраться в улей. Когда её спросили о конечных целях, Кризалис объясняет, что она хочет прокормить себя и её улей, а также править Эквестрией. Когда Старлайт пытается предложить ей другой способ получения любви, приводя Торакса в пример, Кризалис отказывается слушать и начинает силой забирать любовь Торакса, данную ему кристальными пони. Торакс делится своей любовью с Кризалис, в результате чего появляется волшебство, которое превращает его в красочное существо, наполненное любовью. Когда остальные оборотни начинают следовать его примеру, выделяемая магия разрушает трон Кризалис, откидывая её в сторону. Старлайт пытается помочь подняться упавшей королеве, и предлагая ей стать лучшим лидером её роя, однако Кризалис отказывается, обещая отомстить Старлайт за поражение. Королева Кризалис является интригующим, жестоким, свирепым и манипулятивным существом, чья основная забота – набирать силу и кормить своих подопечных оборотней. Восприняв Искорку как потенциальную угрозу для своих планов, она настроила её семью и друзей против неё, а также надсмехалась над ней во время и после заключения Искорки в подземных пещерах Контерлота. Будучи способной имитировать Каденс достаточно хорошо, чтобы обмануть большинство, она не в состоянии обмануть Искорку из-за их тесной связи, а её требовательность и неискренность хорошо заметны в свадьбе в Контерлоте часть первая. Ииии ещё немного фанатской истории. То было давным-давно, в самом начале эпохи гармонии, четыре принцессы Селестия, Луна, Каденс и Кризалис правили пони. Две империи – Кристальная и Эквистрийская – жили в дружбе. Одной правили две сестры, думаю, их имена называть не надо, а другой – их племянницы, Кризалис и Каденс. Вот только Кризалис чувствовала себя ненужной. Селестия и Луна вдвигали светило, Каденс управляла любовью. А вот у Кризалис не было ничего. Даже на Крупе не было кьюти-марки, поэтому она с каждым днём всё больше и больше замыкалась в себе. Селестия, Луна и Каденс пытались ей помочь, но ничего не получалось. Наконец, настал день, когда Кризалис сообщила им, что уходит навсегда. «Нет, ты не можешь!» – Каденс грустно посмотрел на Кризалис. «Ведь ты моя сестра и их племянница. Мы все очень любим тебя такой, какая ты есть. Но никто больше не любит меня. Я им не нужна. Извините, мне нужно побыть одной». «Но Кри!» – сказала Луна, но Селестия остановила её. «Пусть бежит. Ей правда, лучше побыть одной». Кризалис убежала в сад и села около озера. В воде на неё смотрела оликорн цвета светлой небесной лазури, отливающая всеми оттенками. С кончиками крыльев, чьих цвет был подобен чистому тёмному сапфиру. У неё волнистые волосы были неприбраны и взлохмачены, если не считать чёлки вокруг рога и цветов орхидеи, которые она каждый день вплетала в гриву, как и принцессы в отражении. Грива и хвост были трёх цветов. Цвета морской волны в ясный день, светло-зелёного, как новые листья, только что появившиеся на свет, и белого, как снег, как жемчуг, как облако в Клаудсдейле. Изумрудно-зелёные, круглые глаза с длинными ресницами смотрели на Кризалис с такой же печалью и неподдельной глубиной чувств. «Нужна ли я кому-нибудь?» «Да и куда мне пойти?» «Такую бездарную, как я, сложно найти». «А по-моему, ты самая талантливая на свете!» – послышался до боли знакомый голос. «Дискорд?» – робко спросила Кризалис. Колени её дрожали. Раньше, когда они вчетвером победили Дискорда, она боялась его меньше, чем сейчас, но в то же время была немного смущена. «Угадала!» Что-то шевельнулось вдалеке. Кризалис уже распахнула крылья, чтобы улететь отсюда, но тут он встал у неё на пути. «Как ты выбрался?» – спросила Кризалис. Она была окончательно испугана. «Я не выбрался, это всего лишь дух». Тут он показательно пролетел сквозь дерево. «Не бойся, я с миром, я могу помочь тебе», – сказал он. «Помочь?» – сказала Кризалис. «Ну да», – призрак щёлкнул пальцами, и перед ней оказалась странная книга. «Что это значит?» «Эта книга даёт способность к превращениям в любого пони. У тебя будет собственный талант, сила, могущество, хоть и без кьюти-марки. Многие пони подчинятся тебе, как рой-муравьё в своей королеве. Но за это надо заплатить». «Я не уверена, что это будет правильно», – сказала Кризалис. «Всё будет правильно, вот увидишь. К тому же твоя сестра и твои уважаемые тёти не любят тебя». Тут появилась картинка в воздухе. Там три оликорна обсуждали Кризалис. «Я совсем её не люблю», – сказала Каденс. «Просто хочу её остановить, чтобы над ней смеяться». «И правильно сделаешь», – сказала Селестия. «Она ничего не делает, только всё портит». «Я с вами согласна», – сказала Луна. «К тому же это хныканье у меня нет кьюти-марки уже достало». Картинка исчезла, и Кризалис ощутила заметную слабость в её ногах. Она повалилась на землю и, уткнувшись в траву, заплакала. Она очень часто всхлипывала, и поэтому еле-еле успевала вдохнуть воздуха и промолвить. «Я никому не нужна». Так прошло несколько часов. «Ложная картинка подействовала», – шепнул Дискорд сам себе. И тут же начал успокаивать Кризалис для плана. «Не плачь, Кризалис. Я-то понимаю, насколько ты важна. Вот увидишь, тебя обязательно полюбят другие пони, как только узнают тебя получше». «Правда?» – Кризалис перестала плакать. «По-моему, тебе нужно создать новую империю, новую расу. Открой книгу, и ты станешь счастливой». «Нет», – сказала Кризалис, – «я не могу их предать». «Не можешь предать? Хочешь быть никем в окружении ненавистников?» «Нет», – Кризалис начала сильно сомневаться. «Ну тогда открой книгу». Кризалис отвернулась и зажмурилась. «Ну же, давай!» – Дискорд сунул ей под нос книгу. Но Кризалис повернулась к нему спиной. «Ладно, если ты не хочешь ничего менять, пожалуйста, я не возражаю», – сказал Дискорд с легкой досадой. «Хотя жаль, что такая пони отказалась от такого подарка». Он развернулся и, как только сделал два шага, услышал голос. «Постой!» – Кризалис повернулась к нему. «Что?» – Дискорд улыбнулся, по-прежнему стоя к ней спиной. «Что-то забыла?» «Я возьму книгу!» – громко и четко сказала Кризалис. Голос пронесся по лабиринту. «Отлично!» – дух повернулся к ней и добавил. «Чтобы получить книгу, ты должна высвободить меня. Для этого ты должна отдать свою внешность взамен на новую. Отдай мне! Это будет простая иллюзия, в которой я вселюсь и смогу воспользоваться этим. Я отдам страшникам приказ своей новой внешности, и они разобьют статую со мной. И свобода! А ты счастлива!» «Я согласна, но зачем тебе новое тело?» «Но это еще не все. Ты получишь целые горы приспешников, таких же, как ты. А насчет нового тела? Я не могу вселяться в тела с душой или мертвые тела. Мне нужно новое, чистое тело, не тронутое ничьей душой, или тело, вытесненное его душой. Ты просто станешь представителем совсем другой расы, и тело, очистившись от твоей души, упадет на землю. Иначе я не могу. Вряд ли Каденс, Селестия или Луна на это согласятся. «Хорошо, я согласна». Вдруг с этими словами ее охватил зеленый огонь. Вокруг нее появился столб, она погрязла в зеленом пламени, которое обхватило ее, принося сильную боль. Оно изменяло Кризалис и снаружи, и внутри. Внезапно от нее отделилось бездушное тело ее прошлой внешности и упало на землю. Дискорд с усмешкой вселился в него, но почему-то замер, наблюдая превращение. В воздухе до сих пор висела Кризалис, излучая яркий свет. Пламя исчезло. Вокруг нее стояли наполовину напоминавшие насекомых, наполовину пони оликорнов. У них были зеленые глаза без зрачков, а они сами были черного цвета. Они повернулись к своей королеве и ждали приказа. Кризалис улыбнулась. Теперь я владею своим царством, своими подданными и потеряла лишь красоту. Она взглянула в озеро и ахнула. Она была черной, с прямыми темно-зелеными волосами и круглыми глазами с кошачьими зрачками. Вместо обычных крыльев были крылья насекомого. Рог скривился, словно старая ветка. Ростом же она стала с Селестию. Что же, потери маленькие, Кризалис перевела взгляд с озера на статую Дискорда. Если ее разбить, тело будет на свободе. Ты теперь королева перевертышей, как и твои подданные. Ты будешь питаться только эмоциями других пони, лишая их этим сил, превращаясь в тех, кого они любят. Что же ты раньше не сказал? Тогда бы ты не согласилась. Кстати, теперь я могу разбить статую. Подойди ближе, я хочу радоваться триумфу вместе с тобой. Кризалис медленно подошла к статуе. Каденс, Селестия, Луна, простите меня за все, что я натворила. Мы больше никогда не увидимся. Я не хочу быть любимой вами. Со слезами она отошла, чтобы не смотреть, как Дискорд разбивает статую. Тут все задрожало, и из замка вылетели три оликорна. Кризалис, это ты? Послышался голос Каденс. Что ты натворила? Послышался голос Селестии. Все перемешалось. Дискорд со смехом разбил статую, выселился из тела, вселившись в свое обычное тело, и улетел в небо. Весь сад охватило пламя. Кризалис и перевертыши оказались в его центре. В ногах и крыльях появились дыры. У Кризалис дыры появились в волосах, крыльях и ногах. Перевертыши кое-как выбрались из пламени и переземлились на земле. Кризалис же потеряла сознание прямо в пламени. Очнулась она в горелом саду. Рядом с ней стояли Селестия, Луна и Каденс. Все холодно и отчужденно смотрели на нее. Все, кроме Каденс. Она смотрела с испугом, любовью и надеждой. «Ты хотела уйти? Убирайся!» – послышался голос Селестии. «Но вы меня не любили, поэтому я решила стать лучше!» «Ты стала хуже!» – послышался голос Луны. «Ты поддалась обману и соблазну! Ты больше не пони!» Тут на Кризалис посыпались горы упреков. Лишь Каденс заплакала. «Может, мы вернемся назад?» В этот момент в Кризалис что-то щелкнуло. Теперь в ее душе было только зло. Словно черная дыра поглотила ее, сделав полностью другой, уничтожив все хорошее в ней. «Нет, вы меня не любите! Вы дали кучу упреков мне!» Лишь Каденс просила прощения. «Прошу тебя!» – начала умолять Каденс. «Нет!» Кризалис взлетела с перевертышами и скрылась в лесу. Теперь у нее будет другая жизнь. «36 минут нахуй, блять! Живем, пацаны!» «Не, ну я так-то реально заебусь их перечислять. Пусть будет так. Пиздец.